Тема нашей сегодняшней лекции Медико-социальная экспертиза больных с наиболее распространенными заболеваниями сердечно-сосудистой системы Я ассистент кафедры общей практики семейной медицины Запорожского государственного университета Куринча-Милавик Наиболее распространенные заболевания сердечно-сосудистой системы Гипертоническая болезнь Клиника экспертная характеристика определяется типом течения гипертонической болезни, стадии частотой и тяжестью кризов скоростью и степенью восстановления нарушенных функций внутренних органов и систем наличием сопутствующего атеросклероза различных сосудистых бассейнов и других заболеваний профессии больного и условиями труда Различают две формы гипертонической болезни медленно и быстро прогрессирующую или так называемую злокачественную Медленно прогрессирующая гипертоническая болезнь Продит К стадии развития гипертонической болезни При первой стадии имеет место увеличение тумус артии, которая вызывает повышение артериального давления Данных о наличии морфологических изменений в артериолах и внутренних органах нет Продолжительность первой стадии гипертонической болезни обычно колеблется от 5 до 10 лет Во второй стадии происходит изменение в артериолах сердца, мозга и почек Во время исследования глазного дна обнаруживая сужение артерий, расширение вен, выраженный перекапиллярный отек сетчатки, иногда точечное кровоизлияние сетчатки Со стороны сердца характерна гипертрофия левого желудочка, иногда появление систолического шума над верхушкой и акцента второго тона над органом Нарушение функции почек проявляется снижением концентрационной функции, постепенно снижается выделительная функция почек Продолжительность второй стадии гипертонической болезни, 10 лет, иногда более В третьей стадии гипертонической болезни значительные изменения сосудов внутренних органов являются причиной выраженного нарушения их функции Со стороны сердца характерно развитие лево, а позже и право желудочковой недостаточности Повреждение мозговых сосудов вызывает кровоизлияние и шуми мозга Со стороны почек прогрессирующее сморщивание почек приводит к выраженной почечной недостаточности Продолжительность жизни больных в третьей стадии гипертонической болезни колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет, в среднем от 3 до 5 Заболевание может осложняться гипертоническими кризами, которые негативно влияют на его пот Атеросклероз сосудов, имеющий место при гипертонической болезни, является самостоятельным заболеванием Течение которого значительно ускоряется и усиливается под влиянием артериальной гипертензии Степень атеросклерозических изменений и уровень артериального давления не определяют стадии гипертонической болезни При быстро прогрессирующей или злокачественной форме гипертонической болезни Патологический процесс очень быстро вызывает изменения в артериолах различных органов, особенно почек Характерен быстрый переход от одной стадии к другую Ранее появление артериола некротических изменений в различных органах и ранее нарушение их боли Методы выявления морфологических изменений и функциональных нарушений Анализ клинической картины Измерение артериального давления Исследование глазного дна Электро- и эхокардиография Реография сосудов мозга Электроцеполография Функциональное исследование почек, которое может включать в себя Исследование мочи по методу Зимницкого Исследование крови на уровне нестаточного азота и креативина Сканирование почек и затопную реминографию Трудовой прогноз Показания и противопоказания Показанные и противопоказанные условия в виде труда Прогноз определяется стадией характера в течение гипертонической болезни, наличием сопутствующего атеросклероза сосудов и других болезней, профессии и больного условиями труда У больных с первой стадией гипертонической болезни работоспособность незначительно снижена Им противопоказанная работа связана со значительными физическими и нервно-психическими напряжениями, нарушениями сна, в горячих цехах, в условиях с очень низкой температурой и шумом При второй стадии заболевания работоспособность пациентов значительно снижена Им противопоказанная работа связана с физической нагрузкой, отрицательными эмоциями, длительным перебыванием в вынужденном положении, работая на высоте, в холодном сыром помещении, работа связана с производством душа При условии злокачественного течения гипертонической болезни, больные уже в начале болезни ограничены трудоспособными, а в дальнейшем полностью Временная нетрудоспособность при гипертонической болезни может быть вызвана гипертоническим кризом, приступом стенокардии, левожелудочковой недостаточностью, нарушением мозгового кровотока Продолжительность временной нетрудоспособности больного зависит от стадии заболевания, тяжести гипертонического криза, скорости восстановления нарушенных функций При первой стадии гипертонической болезни временная нетрудоспособность больного околеблется в пределах 5-7 дней, при второй стадии 10-12 дней В случае осложнения гипертонического криза, нарушения мозгового или коронарного кровотока, продолжительность периода нетрудоспособности больного – резко. Критерии определения группы инвалидности для пациента с гипертоническим риском. При первой стадии гипертонической болезни большинство больных работоспособны. Только при необходимости переквалификации пациенту может быть временно установлена третья группа инвалидности. При второй стадии больные ограниченно трудоспособны, что требует их рационального трудоустройства на местах с меньшим объемом работы и более низкой квалификацией. Большинство больных со второй стадии заболевания, которое протекает с частыми гипертоническими кризами, приступами стенокардии и динамическими нарушениями мозгового кровотока, являются инвалидами второй группы. В случае третьей стадии гипертонической болезни больные полностью не трудоспособны, являются инвалидами второй группы, а лица, утратившие способность к самообслуживанию, являются инвалидами первой группы. Реабилитация. Большое значение имеет ранняя диагностика заболевания, рациональное трудоустройство и лечение больных. Диспансерное наблюдение, своевременное проведение лечебно-профилактических мероприятий, исключение фактора близко и вредных привычек, дает возможность сохранить работоспособность и увеличить продолжительность жизни большинства больных гипертонической болезни. Ишемическая болезнь сердца. Это острый либо хронический патологический процесс миокардия, обусловленный его неадекватным снабжением кровью вследствие органического повреждения коронарных артерий, реже их функционального изменения, такого как спазм, недостаточность кровотока в случае увеличения нагрузки. Согласно классификации, БС выражается в следующих клинических формах. Внезапная коронарная смерть, стенокардия, напряжение, спонтанная стенокардия, инфаркт миокарда, посинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность, безболевая форма. Хроническая и шимическая болезнь сердца характеризуются приступами стенокардеи, возникающими под влиянием нервно-психического напряжения, физической активности или без явных причин сосудов. Согласно классификации, стабильное стенокардия напряжения делится на 4 функциональных класса, которые определяются интенсивностью физической нагрузки, в результате которого возникает приступ загрудинной боли. В экспертной оценке больного ИБС необходимо определить клиническую форму заболевания, функциональный класс стенокардии, наличие аритмии, сердечной недостаточности, сопутствующих заболеваний, таких как артериальная гипертензия и сахарная. Методами выявления морфологических изменений и функциональных нарушений являются анализ клинической картины заболевания с подробным анамнезом, общее клиническое исследование крови, липидограмма, определение содержания глюкозы в крови, ЭКГ, велоэргометрия, фармакологические пробы, эхокардиография, коронародия. Трудовой прогноз определяется функциональным классом стенокардии, частотой приступов, эффективностью лечения, наличием сопутствующих заболеваний, профессий и условий труда больного. Больные стабильность стенокардии напряжений первого функционального класса, противопоказанная работа с физическими и психоэмоциональными нагрузками в горячих цехах, ночную смену, с постоянным пребыванием на ногах. В случае стенокардии второго функционального класса больным противопоказана работа с умеренными физическими и психоэмоциональными нагрузками. Они могут выполнять работу в положении сидя, в благоприятных условиях и в первую смену. Обственный труд, не связанный с нервно-психическим напряжением, не противопоказан. При стенокардии третьего функционального класса больным противопоказана любая физическая работа. Большинство больных умственного труда остаются работоспособными, если работа не связана с нервно-психическим напряжением. Больные со стенокардией 4-го функционального класса нетрудоспособны. Отдельные больные могут выполнять работу дома. Если состояние здоровья прогрессивно ухудшается, присоединяется аритмия, сердечная недостаточность, такие больные теряют способность к самообслуживанию и даже нуждаются в постороннем уходе. Критерии определения группы инвалидности В случае стабильности на кардинопряжение 1-й функциональный класс больные, выполняющие тяжелую физическую работу, определяют как ограниченно трудоспособными в связи с необходимостью смены места работы, другие больные этой группы работоспособны. При наличии стенокардии напряжения 2-го функционального класса Большинство больных, выполняющих физический труд, и часть больных, занятых умственным трудом, связанных с нервными и психическими нагрузками, признают ограниченно трудоспособными. Больные со стенокардии напряжения 3-м функциональным классом и сопутствующими заболеваниями являются нетрудоспособными инвалидами 2-й группы. Некоторые больные могут выполнять бассейную работу в домашних устроенных. В случае стенокардии 4-го функционального класса больных признают инвалидами 2-й группы. Если в результате прогрессирования сердечной недостаточности больные теряют способность самообслуживанию и нуждаются в постороннем уходе, их признают инвалидами 1-й группы. Пути реабилитации таких больных. Диспансерное наблюдение, своевременно полноценное наведение лечебно-профилактических мероприятий, исключение факторов риска, вредных привычек, диета, терапия, рациональное трудоустройство, адекватное медикаментозное и санаторно-курортное лечение. Все вышеперечисленное дает возможность сохранить работоспособность, продлить и улучшить качество жизни большинству больных с ошибением сердца. Инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда характеризуется образованием очагонекроза в миокарде вследствие острого нарушения коронарного кровотока. Клиническая картина определяется величиной очага некроза, характером, степенью выраженности изменений в миокарде, вызванных нарушениям кровоснабжения. Размер очага некроза зависит от величины обтурированной артерии, наличия аностомоза в состоянии других коронарных сосудов. Конечным результатом некроза миокарда является образование соединительно-тканного ромца. Если очаг некроза достаточно велик, то под влиянием внутрижелудочкового давления на пораженный участок возникает азерта. Методы выявления морфологических изменений, анализ клинической картины, общее клиническое биохимическое исследование, которое должно включать в себя активность ферментов, лепидограмму, глюкозу, кроми, миоглобин и т.д. Исследование мочи на глюкозу миоглобин и ЭКГ в детстве. Трудовой прогноз определяет степень нарушения коронарного кровотока, величина участка некроза, сопутствующие заболевания, состояние центральной нервной системы, профессия больного и условия труда. Локализация инфаркта не влияет на работоспособность больного. Всем пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, противопоказанная работа связана со значительными физическими и нервно-психическими нагрузками в ночное время в неблагоприятных производствах. Временная нетрудоспособность определяется клинической картиной, течением заболевания, величиной зоны инфаркта, наличием осложнений и возрастом больного. В случае мелкоочагового инфаркта миокарда временная нетрудоспособность продолжается до 2 месяцев, при обширном и осложненном инфаркте миокарда до 4 месяцев, а иногда. Главными критериями определения групп инвалидности являются величина перенесенного инфаркта, степень коронарной недостаточности, наличие осложнений, профессия больного. Большинство больных после перенесенного инфаркта ограниченно трудоспособны, не могут выполнять тяжелую физическую работу и их признают инвалидами третьей группы. Часть больных не может выполнять любую работу и их признают группой. В пути реабилитации здоровый образ жизни, исключение факторов риска и оредных привычек, диспансерное наблюдение, рациональное трудоустройство, ревматизм. Ревматизм характеризуется поражением суставов и сердца, различает первичный ревмокардит без поражения клапанов сердца, возвратный ревмокардит с порогами сердца, миокардиосклероз. По течению первичный ревмокардит делят на острый до 2 месяцев, подострый 2,4, вялый, непрерывно рецидивирующий и латентный. Вследствие ревмокардита в течение 3-6 месяцев, как правило, формируется определенный порог сердца. Клиническая картина определяется локализацией, характером и степенью поражения клапанов, ходом ревматического процесса и состоянием кровообращения. Основными методами выявления морфологических изменений функциональных нарушений является анализ клинической картины заболевания, исследование о крови, электрофона и эхо-корминах, трудовой прогноз, показанные и противопоказанные условия труда. Экспертиза трудоспособности больного ревматизмом базируется на характере течения заболевания, его клинической форме, степени активности процесса и недостаточности кровообращения. В случаях острой и подострой форм больные нетрудоспособны в течение 2,5-4 месяцев, а позже могут приступать к работе. Им противопоказанная работа, связанная со значительными физическими и нервно-психическими нагрузками в неблагоприятных метеорологических условиях с нерегламентированным рабочим днем. При вяло в течение первичного ревмакардита временная нетрудоспособность больных длится до 5-6 месяцев. Разрешение на продление больничного листа дает МСЭП. Больным без недостаточности кровообращения показана работа с незначительными физическими и нервно-психическими нагрузками, желательно сидя и в благоразводственных условиях. Больных, перенесших острый или подострый первичный ревмакардит и работающих в неблагоприятных условиях, после окончания срока временной нетрудоспособности необходимо рационально трудоустроить. Если при этом уменьшается квалификация и объем работы, то присваивается третья группа инвалидности. Больных с вялым течением первичного ревмакардита, занятых тяжелым физическим трудом, признают инвалидами третьей группы. Больные умственного труда могут продолжать свои профессиональные оттенки. Больным ревматизмом назначают диспансерное наблюдение, систематическое противорецитивное лечение, санацию очаговой инфекции, санаторно-курортное лечение, рациональное трудоустройство при показаниях, хирургальное лечение. Хроническая недостаточность кровообращения определяется характером заболевания, приведшего к нарушению функций миокарда, стадии недостаточности кровообращения, наличиям осложнений со стороны внутренних органов системы. Согласно классификации, строжеская Василенко выделяет три стадии антикровообращения. Первая стадия – это период скрытой недостаточности кровообращения, характеризующийся только субъективными признаками, которые возникают при значительных физических усилиях. Вторая А стадия – характеризуется наличием субъективных и объективных признаков недостаточности кровообращения, которая является обратимой под влиянием лечения. К объективным признакам принадлежит миогенная дилатация сердца, застойное явление в малом круге кровообращения при левожелудочковой недостаточности, либо в большом – в случае правожелудочковой недостаточности. Вторая В стадия – характеризуется выраженными субъективными и объективными признаками тотальной недостаточности кровотока, как в малом, так и в большом круге кровообращения. Под влиянием лечения проявление недостаточности кровообращения уменьшается, но полностью не исчезает. Третья стадия характеризуется нарушениями, которые имеют необратимый характер. Методы выявления морфологических изменений. Общеклиническое исследование больного, клиническое исследование крови и мочи, электроэхокардиография, фармакологические опробы, рентгенологическое исследование органам грунта. Трудовой прогноз зависит от причины возникновения и стадии недостаточности кровообращения, возраста больного, профессии и условий труда. В случае первой стадии недостаточности кровообращения больным противопоказана тяжелая физическая работа в неблагоприятных условиях. Такие пациенты просто подлежат рациональному трудоустройству. При второй стадии больным противопоказан умеренно тяжелый физический труд и длительное пребывание на ногах. Таким образом, работоспособность больных этой группы снижена. При наличии второй Б стадии недостаточности кровообращения больным противопоказан умеренно тяжелый физический труд и длительное пребывание на ногах. Работоспособность пациентов этой группы значительно снижена. И при третьей стадии недостаточности кровообращения больным противопоказан тяжелый и умеренно тяжелый труд. В случае полной поперечной блокады противопоказан тяжелый и умеренно тяжелый труд. Если блокада сопровождается частными приступами органина со стокса, больных признают нетрудоспособными. При блокадах пучка ГИСа, экстрасистелия, волны противопоказан тяжелая физическая работа, все они подлежат рациональному трудоустройству или их признают нетрудоспособными. В случае постинфарктного кардиосклероза, работоспособность больных оценивается в зависимости от величины рубцовых зон миокарди, наличия аневризма сердца и степени выраженности коронавирушности. Инвалидность третьей группы устанавливает больным с недостаточностью кровообращения второй А стадии, которые не могут выполнять свою профессиональную работу в связи с наличием противопоказаний. К этой группе относятся больные с левожелудочковой недостаточностью, с полной поперечной блокадой без приступов органина со стокса, а также больные с мерцательной аритмией. Инвалидность второй группы устанавливается пациентам со второй Б стадией при выраженной левожелудочковой недостаточности с частными приступами сердечной астмы, а также при полной поперечной блокаде с частными приступами органина со стокса. Инвалидность первой группы устанавливает больным с третьей стадией недостаточности кровообращения и наличием выраженных отменений со стороны внутренних органов, цирроз печени, кардиального генеза, асцитизм и т.д. Такие пациенты обычно теряют способность самообслуживания. Реабилитация таких пациентов осуществляется за счет диспансерного наблюдения за больными, адекватного лечения основного заболевания, рационального трудоустройства, своевременного восстановления группы инвалидности, санаторно-курортного лечения на начальных стадиях недостаточности кровообращения.